Сегодня в Москве в театре имени Вахтангова премьера Юрий Любимов представил спектакль «Бесы» по Достоевскому. Это его первая работа после ухода из театра на Таганке. Почему именно «Бесы» Любимов объяснил так? Это великий роман пророчества, и сегодня он опять звучит как предупреждение для России, мира в целом и каждого из нас. На каждую репетицию, вплоть до генеральной, Юрий Любимов приходит раньше всех. В пустом зале любит наблюдать, как собираются участники спектакля. Но актеры еще же не пришли. Приходит, но как придут, начнем репетировать. В театре имени Вахтангова, куда Любимова пригласили поставить «Бесов» по Достоевскому, бывший режиссер Таганки не работал без малого полвека. Хотя еще до Великой Отечественной, именно здесь, в Щукинском училище при театре, началась его творческая биография. Молодого блестящего актера Юрия Любимова вахтанговцы помнят до сих пор. Ведь именно в этот театр в 1946 году Любимов пришел после ансамбля песни «Пляски НКВД», с которым в годы войны выступал перед солдатами на передовой. Я еще работал даже в старом театре, когда бомба упала и разбила первый же налет. И мне даже старое помещение больше нравится. Там была лучше акустика. И он был как-то уютнее. В то, что Любимову было уютнее в прежних стенах на Арбате, верится легко. Несмотря на то, что режиссер в первой же неделе знакомства с актерами выучил наизусть все имена отчества, взаимопонимание с коллективом наладилось не сразу. Идею представить персонажей бесов Достоевского как героев некого концерта, с роялем посреди сцены на фоне романтического полотна французского художника Глода Лорена, вахтанговцы восприняли с вдохновением. Но репетиционный процесс, в котором Любимов показал себя как очень вежливый, но все же диктатор, стал испытанием. Репетиции чрезвычайно сложны в своей подробности и нудности. Нудность не плохое слово, а точно, вот надо сделать точно, вот надо сделать точно. И это бывает в специфике очень сложно. Напряженность есть, но актер это арабская профессия, и нам необходимо адаптироваться. Потому надо в какой-то степени, я для себя решила, так что внимательно слушаешь, без раздражения, без какого-то эмоций, и выполняешь. Просто делаешь свое дело. Требовательность Юрия Любимова касалась не только каждого актерского слова, но и каждой детали сцены, ведь все декорации и костюмы режиссер разработал сам. Просто опыт у меня уникальный, опыт во всех. То есть, как ставить свет, как чувствовать пространство. Ну, потому что я этим занимаюсь много лет, полвека. Дотошно до каждого костюма, до эскиза обуви, до толщины подошвы, до размеров пуговиц, в общем, до каждого нюанса, обо всем говорили. Что касается толщины подошвы мужских туфель героев, так она не больше, не меньше 7 миллиметров. Так решил Любимов. С режиссером не спорили, выполняли все его пожелания, репетировали по 12 часов ежедневно. Ради главной идеи мастера, языком Достоевского, напомнить людям, во что выливаются бесовские идеи отдельных личностей. Террор, мятежи, перевороты, войны. Мчаться без сырой за боем, беспредельный высший лет. Премьера «Бесов» — это почти три часа классики. Абсолютно современный и отточенный Юрием Любимовым до каждого жеста. Своей работой режиссер остался удовлетворен. Ведь, по словам Любимова, если бы что-то пошло не так, он бы просто взял зонтик и ушел. Ексерин Кочур, Михаил Новицкий, Николай Волков, Мария Емельянова, Нина Эшба. Первый канал.